привет зритель чего давно не было аж не знаю сколько времени обзоры пустых баночек еды съесть или выкинуть съедобное несъедобное я помнится тогда думала сделать там последний раз когда писала два или три типа каких-то но что-то у меня их так всего накопилось и вот только сегодня что-то меня к вечеру тнуло в голову что можно бы сейчас наверное записать вот это потому что обзор другой мне как-то религия не позволяет мигрень называется это религия короче говоря абигайл абигайл хрен знает как он так чай китайский зеленый мао дзянь ну можно сказать что это белый чай называется это белая река происходящее здение чая китай он у меня стопудово был в обзоре каких-нибудь покупок с вальбереса или типа того и я тогда говорила что оно напоминает мне вот этой картинкой аниме китайская про какого-то чувака культ магического чего-то там и магистры какого-то там культа короче говоря дьявольского что-то культа ну короче хорош такой ему духа но и в общем и чай тоже хороший 85 грамм тут было мао дзянь эбигейл эбигель даже вот обигель почему-то считается ну в общем обигель да обигель плантации цейлона при этом почему-то сделала в китае но в смысле происходящее китай но не суть короче хороший такой чай распасованные евражки если ты любишь хороший элитный чай пусть даже распасованный в рашке зритель то эти вот такую чай такую коровочку хотел сказать такой чай я тебе советую хороший в общем он у меня пойдет насажение кстати да вот тут это было такой добротный хороший пакетик из фольги внутри вот так снаружи вот так голова чья-то в профиль обе эбигель но мне удобнее ждать обе гайл как придется я думаю что это можно у вас отправить в печку ну смысле в сад на сожжение а это можно ну можно короче сюда положить можно отправить на переработку ну в принципе еще такой пакетик пока сюда выкину у меня тут животное шизеет понемножку животному достался кусочек мяса вареного сначала на его ела ела а потом я еще и дала думаю подостыла надо сдать а она с ним стала играть так вот думаю что там и шкалить еще какое-то животное так как кошка из деревни от мамашки кошки которая красиловка так что в принципе видать не уж это счет а тут сыграет о да завтра его два месяца да чё я тут говорю так я не буду ссылки потом давать вот чё где покупала потому что вот что-то можно купить даже в каких-то других городах больших больше чем углич в каких-нибудь там пятерочках тисячках светофоров уж не знаю глобал или как вот ну все вот эти большие магазины сетевые то что не углич поэтому где увидите так ну вот будете знать короче говоря долина здоровья ты зачем бумажки с коробочкой перекинула тут хулиганка фирма долина здоровья изюм малояр состав значит изюм малояр сразу происхождение ирана один килограмм вот такой вот этикеткой очень хороший изюм мне за все время попалось ну раза четыре малюсенькие такие горсточки несколько штук пять-шесть наверное изюминок такие они ну какие-то немножко горчи реки слили хрен за это так сладкий хороший изюм без косточек без особого такого супер мусора ну смысле как бы можно помыть там для чтобы смыть какую пыль как производитель на вальберес говорю потому что да это ствальбереса пришло оно в таком обычном пакете там был изюм я его хомячила с чаем или просто так ну и он закончился ну в общем я его по-моему за 200 с чем-то покупала за килограмм я считаю что вполне направданная цена за такой пакетик правда сейчас он чуть подороже стоит но зрители если ты вдруг увидишь то я тебе советую такой изюм если ты любишь изюм вообще хорошая штука я люблю изюм исключительно в сухом виде в общем штука хорошая но единственное что ну где-то так вот немножко мне попадалось таких вот не кан в некондиции ягодок но я думаю что нормально вот на такой объем конечно было бы круто если бы совсем не попадалось да но немножко попалась было бы плохо допустим если попалась овер дофига у меня пакетик из под муки сейчас я его отберу пакетик из под муки когда тебе религия запрещает зритель при наличии блендера либо кофемолки погружного бой пардон стационарного блендера либо кофемолки измельчить лен в муку то ты можешь купить себе муку льняной полуобезжиренную для хлеба блинов сладкой выпечки лепешек каш с пудов вообще мне нравится мука от пудова я ее покупала сто лет назад во первых все хорошо на муке от пудова там всегда есть какой-то рецепт во вторых хоть и написано что срок годности там ну тут 400 грамм срок годности сколько штук 8 месяцев но у меня она куплен в общем изготовление у нее от 28 ноября 19 года я сегодня остатки ее закинула в тесто для блинов с пценичной мукой все нормально такие хорошие блины единственное что вот ну как-то очень сильно уже немножко так этим молотом льном если его так смешать допустим ну льняным маслом скажем так не то чтобы молотом льном льняным маслом попахивала уже но так вполне себе нормальная мука я делала с ней кашки хлеб добавляла еще куда-то вот тут рецепт хлеб льняной ну я потом этот вообще люблю муки с коробочек с мукой из пакетиков мукой вырезать рецептики откладывать их в один в отдельный файлик потом хочу попробовать этот хлебушек так не шизей тут ходит бегает царапается и между прочим больно царапается вчера хозяина царапнула и укусила за сутки в один и тот же палец за крови два раза чего у нас тут да кстати сначала это ты не смотри зритель что тут эти я надеюсь что я его еще не успела обозреть там когда-то обозревала что-то что тут шкурки я решила их собирать часть шкурок там еще пахнет именно вот этой ванилькой часть ну какая-то не очень пахнет потому что другого сорта собрать сварить и посмотреть что будет если будет там какой-нибудь аромат ванили то можно может ароматизацию делать в хавчик добавлять еще чего-нибудь ну не в комментах как-то представили что можно эти шкурки использовать как ароматизатор хавчика у нас орех макадамия 150 грамм изготовитель кирка москва так орехи макадамия страна происхождения орехов юар очень хорошие орехи я на вайдбрис их покупала хорошие крупные орехи потом я покупала тоже на вайдбрис но а нет это покупала уже на озон но они были ну там средний тип размер м они были поменьше и такое ощущение что они наполовину были недозрелые потому что ну во первых с трудом некоторые открывались хотя и там и там был во вторых с трудом откопычивались от отваливались от этой шкурки надо было ковырять и какие-то были действительно сладкие вкусные какие-то безвкусные какие-то такой странный вкус в общем если ты вдруг увидишь на озоне или еще где-то не бери такие орехи даже если они супер дешевле чем остальные по скидке а их макадамия натуральный скорлупец над пилом может содержать фрагменты скорлупы фрагменты скорлупы не содержал но был так себе это у нас африканский орех король орехов орех макадамия натуральный с крючком для открывания не содержит гмло 250 грамм м все 250 грамм м 227 рублей вот тогда стоило у нас он сейчас уже дороже немножко стоит а этот я не помню по чем стоил но тоже вроде 200 чем-то тут сто пятьдесят грамм тут по мне ползает все еще царапается так у меня тут баночка есть было на день рождения близкого родственника и там была икра черная бутерброда с черной икрой это что такое это икра палтуса подкрашенная в пятерке по 200 рублей я значит купила последнюю баночку икры палтуса подкрашенную в пятерке овача почему мне хочется обозвать этот ватч этот овача не надо вообще не сижу но знаю что раньше меня там протаскивали я на старые посты если вижу то поржать захожу срок годности 10 месяцев все бы ничего но состав тут конечно оставляет желать лучшего икра палтуса потом соль пищевая масло подсолнечное рафинированное дезодорированное ароматизатор пищевой черная икра в составе усилитель вкуса и ароматой е621 30 процентов потом соль декстроза это виноградный сахар но иногда еще декстроза подсовывает не только виноградный сахар но по большей части декроза это именно виноградный сахар агент антис леживающийся блин это икра какой нахрен агент антис леживающийся е551 это 3 процента красителей е 150 д е 151 регуляторы кислотности е 450 е 451 консерванты е 211 е 202 короче вот на бутербродах оно выглядело со сливочным маслом вкусно хорошо так как-то под всякую другую еду оно хорошо шло но вот чисто один раз попробовать я что-то и с пюрешкой делала еще чем-то ну один раз попробовал отдельно без всего больше не надо 100 грамм палтуса икра 100 грамм палтуса черного гренландского пробойная соленая постерилизованная окрашенная черная может быть и сама икра палтуса такая так себе ну допустим бывает какая-то просто икра вот с маслицем там растительным подсолнечным по большей части мелкая такая там какой нибудь селедки я уж не знаю кого и ремой вы их раздает и вполне себе она уменяемая так вот это поесть картошечкой на бутербродик вот это наверно если только на бутербродике вместе с какой нибудь красной икоркой и побут на едой чисто вот на окна стол если вот ты ищешь зритель что нибудь такое чтоб своих гостей удивить то вот иди в пятерку 200 рублей вот такая штучка баночка пригодится можно у нее что-то убрать можно у нее положить какую-нибудь варенье когда осенью буду ваять эти варенья или ретом иногда я на почте что-то покупаю победа молочный шоколад с лесным орехом 80 грамм хороший состав она что-то тогда даже по скидке была 46 рублей мне обошлась эта шоколадка 80 грамм победа вообще хороший шоколад делать раньше у победы был шоколад с вишневым я его как-то видела на каком-то сайте но что-то там надо было ого-го заказать а мне надо было только одну шоколадку зачем мне ого-го в общем победа у нее очень хороший шоколад победа вкуса а еще победа вкуса делает шоколад не только плиточные маленькие такие шоколадки для почты россии вот с подобной такой вот этикеткой так что хотела сказать чувак зрители сыты чувак чудиха зрители если ты хочешь шоколадку так любишь шоколадку у тебя есть рядом какая-нибудь маленькая почта как вот у нас пункт почтовый пункт практически малюсенький такой то заходи на почту помимо прочего вот пойдешь кому-то посылку посылать платить там за коммунал колебал или еще чё и шоколадку купишь и почтовики довольны тебе вкусно я вот завтра пойду забирать пару посылок одна внезапная другая примерно такая же но мне сейчас как бы я сейчас редко покупаю шоколад стараюсь практически не покупать потому что в принципе у меня есть все что из чего можно сделать само этот домашний шоколад и масло какао и какао бобы и какао тертая и даже какао бобы молотые мной же уже так в принципе вот все что нужно можно сделать в руки чуть не доходит пока но вот такой вкусный шоколад так ты чё тут хулигалишь я думаю что на такая бумажка что я лучше отправить на переработку вот этот сыр мне очень нравится правда последний раз что-то я как-то им не проникнусь геогинский молзавод сыр спагетти традиционный вкусно по-домашнему хороший состав молоко сыр соль в смысле молоко что тут у нас молоко свертывающий фермент и закваска и соль короче прозрачный хороший состав часто пить ну не то чтобы совсем уж часто но бывает такое что в пятерке или в магните возможно в дикси просто я там очень редко бываю в этом дикси вообще в дикси оно бывает по скидке вот когда оно по скидке я его беру иначе у меня жаба дышит 100 с лишним рублей за 80 грамм отдавать хороший сыр вот есть сыр такой полукопченый его вкусно с чаем а вот этот ну просто так погрызть от безысходности так что вот хороший сыр я думаю ты и так знаешь зритель про этот сыр это даже не то чтобы я слава бог я его периодически покупаю просто решила тут показать так еще шоколадка мне ударили на восьмую марту по моему на восьмую марту вроде короче моя тетя мне дарила ну кто-то из близких родственников мне ее дарил я даже обозревала в подарках то ли на восьмую марту то ли на день рождения в общем вкусная шоколадка то внезапно оказалась муж вообще на новый год мне ее дарили кондитерская фабрика 1905 год коммунарка горький шоколад с начинкой с пюре из черной смородины хороший состав хорошая вкусная шоколадка мне в комментах еще писали тогда что она вкусная хорошая я помню за по-моему полтора суток и лохомячила тогда вот что-то больше нигде не видела ну смысле вообще нигде не видела ну можно на вайдбереса зоне посмотреть восемь батончиков по 25 грамм лучшая какао бобы африка гада на порцию 25 грамм 495 килоджоли 118 калорий 4,7 процента чего-то там вот хорошая короче шоколадка чего ты тут буянишь зачем ты банку стегранную грызешь еще шоколадка мне ее к чаю приносили друзья как-то по-моему на восьмую марту как раз приходили там шоколадкой финиками как я просила фиников мне принесли фиников мне кстати еще коробочка там полуживая и шоколад к чаю линд эксель чего-то там 85 грамм какао линд черный шоколад я помню его разложила разломила так это наблюжечко положила на солнечную сторону хотя у меня окна оба вся квартира на солнечную сторону положил короче на подоконник специально чтоб солнышком потопило а потом финиковские конфетки ну в смысле конфеты из фиников когда ела вот там какая-то такая слегка размытная возможно фотка есть на странице канала там разделе сообщества я уже раза два их делала один раз еще делала шоколадом мне еще тогда писали что надо бы как-то рецептик то все я каждый раз делала думаю надо бы включить камеру уже последний момент когда это все кошка бесится толкает штатив сделать и вспоминая уже про камеру когда уже практически все готово вот как нибудь соберусь потому что финики еще есть и суть такая что я обычно обваливала в какао порошке а тут помимо какао порошка я потом еще он потаял я так беру ложечкой и поливаю и вот в этом топленом шоколаде растопленном на солнце шоколаде линд я потом обрела эти финиковые конфеты очень вкусно кстати вышло ну хороший шоколад я думаю в курсе многие тут 100 грамм тут же можно сжечь потом ты зачем залезла то сюда а вот с чего вообще хотела начать обзор ну как то он у меня затерялся тут алексеевская сгущенное цельное молоко с сахаром родное свое настоящее 8,5 процентов жирности из натурального калорийного молока цельное сгущенное молоко с сахаром сейчас у нас магните по 69 с чем то там короче по 70 рублей без копейки стоит по скидке идет я второй раз уже покупаю за последнюю неделю тут 270 грамм хорошее сгущенное молоко как и на кассе мне сказали берите берите оно хорошее пока по скидке алексеевская то оно хорошее короче оно хорошее это для тех кому религия запрещает от слова лень точнее лень тупо при наличии медленноварки сваять сгущенное молоко ну или для тех кому тупо религия запрещает сделать это сгущенное молоко дома даже с отсутствием медленноварки ну при наличии какой то другой техники куда что там лезешь то ну и в общем когда религия запрещает сваять сгущенное молоко вполне можно купить в магазине в том же магазине вот это молоко хорошее сгущенное я сейчас с блинами хавала чаем у меня подружка одна любит в кофе добавлять потому что она как бы молоко обычное в кофе не льет а вот кофе со сгущенкой вполне себе потребляет хорошая такая сгущенка в общем салетую не ты зритель не думать тут есть какие то такие дизлайковые продукты там у меня еще есть дальше дизлайковые продукты попрыгунчик стрекожол хороший чай вообще это любимый чай моей подружки которая мне как раз вот по-моему на день рождения она мне чай этот дарила или на Новый год я уж не помню да на день рождения она мне выбивалку дарила короче на Новый год кажется она мне дарила этот лёсти лёсти сибирская смесь черный чай супер пикоя хороший черный чай тут 200 грамм кстати средний листовой я вот люблю средний листовой очень хороший чай он конечно прилично стоит я вот его видела исключительно у нас в Афоне на Ростовской и что то около 400 что ли грамм тьфу 400 рублей вот за 200 400 с чем то 200 с чем то стоит 100 граммовая пачка и 400 с чем то 200 граммовая вот такой пакетик было запакованное так что я тут его порвала ну и он пойдет на переработку в принципе это с одной стороны конечно может сгореть с другой стороны можно на переработку сдать я думаю может и сгореть сгореть и сгореть у нас пакетик как раз у него можно сложить все что на переработку конечно в этот пакетик возможно можно чуть так подождите Но я что-то хз Наверное легче его выкинуть Хотя у меня с подобной застежкой Есть специально купленные пакетики Чтобы что-то положить И в морозилку сунуть Оно не закончилось Я просто пересыпала В другую удобную баночку С которой более удобно доставать Чем из пакетика Но просто хочу сказать, что это хорошая штука Тапилока в шариках маленькие Действительно очень маленькие шарики Ну может где-то полтора на два миллиметра Если вот так квадратик его сунуть 454 грамма Торговая марка АРОЙДИ У АРОЙДИ еще хороший пальмовый сахар я покупала Вообще, мне кажется, хорошая такая марка Но и хорошая штука И что у нас тут? Тапилоковый крахмал и вода Это я вроде как на озоне покупала Вот Сроком он у меня до 19 октября 22 года У меня просто когда-то давно Две девчонки, которые меня смотрели Не знаю, как сейчас смотрят или нет Дай черт памяти Ну, в общем, сестры В общем, я точно помню, что одна из Риги, кажется Другая из Лондона Присылали мне посылку И там вот была тапилока в шариках Цветная, чтобы делать бабл чай Жемчужный чай в манге Его еще в одной называли Которую я как-то читала И я это, прониклась что-то, что узнала про этот тапилоковый крахмал Почитала, покупала отдельно тапилоковый крахмал Ну, как бы он шел как крахмал и как мука А потом что-то у меня и крахмал закончился А тут увидела, думаю, забить что ли Ну, тапилока в шариках И внезапно есть, там-то были цветные шарики Я даже делала тогда и бабушки чая Тут еще в 2016 году это было Кажется И себе, и как-то так А тут-то они просто шарики Думаю, о, есть Думаю, что будешь купить? Сейчас буду долго вспоминать имя девчонок Именно Ай, блин, ну не кусайся ты так Я таки вспомнила Соня Ионесса И вот как раз эти сестры мне присылали тогда, помимо прочего У меня же календарь с этой оригой был Где-то, мне кажется, еще должен лежать В общем, были вот эти тапилковые шарики Шарики из тапилки Или тапилка в шариках Так, у нас тут ядра семян конопли Очищенные по вкусу напоминают Ну, потому и очищенные, потому что ядра По вкусу напоминают этот самый Кедровые орехи Я тогда именно ядра заказывала Семян конопли на Яндексе Яндекс-маркере Маркете, блин, по 117 рублей Потому что они были по скидке Относительно других Озона там или Вайберис И я заказывала именно как ядра Но почему-то пришли просто семена Уж не знаю почему Я теперь как-то стремаюсь там Что-то так вот смотришь, что-то заказать Думаешь, блин, закажешь одно А придется с таким же рисунком Но немножко другое Ну, а ядра как бы они Самые по себе чуть-чуть подороже Чем просто семена Ну, в общем, вкусные такие Как вкусный просто перекус Ну, даже как, скажем Не то, чтобы там супер вкусный Ну, сидите там, что-то делаете Мозгами С мозгами связано Перевод, тайп, еще что-то там Монтаж тот же Еще что-то такое И чисто мозги подгрузить Подразгрузить, подпитать Можно вот так сидеть и хавать их Ложочкой Видите тут в какую-нибудь еду Там в салаты, в каши В суп можно кидать В смузи Хорошая штучка Чисто как вот Иногда подпитать Свои мозги Витаминчиками Но вот действительно Надо как-то смотреть У Яндекса Это минус такой Что ты не можешь Распечатать посылку И посмотреть, что там внутри На озоне И на вайбере С этим легче Так, что у нас тут Сухое молоко Люди, я думаю Многие в курсе Что я обычно покупаю Козье молоко Но когда отсутствует Козье молоко То я в этом году Внезапно перешла На сухое молоко Ну, в отсутствие козье А сейчас-то у меня есть козье В общем, у нас тут Нева Нутрицион Ешь и люби Молоко сухое Безжиренное Примирального качества Честно сказать Так себе Молоко У меня близкая родственница Ну, я как себе И тетя заказывала Она в тесто кладет Для хлеба В хлебопечку Она говорит Хлеб, ну, в тесто нормально А так оно и не понравилось Мне оно тоже как бы Оно не очень хорошо растворяется Ну, от безысходности Можно, конечно Его супер растворить Взбив венчиком Там, китвардовским Или киевским Без разницы каким Но, честно Так себе молоко Бывает лучше Хотя бывает и хуже И бывает и хуже Сейчас я его достану Но если вот По-моему Сейчас до сих пор Оно на вайбере Стоит где-то Сто шестьдесят Сто пятьдесят девять Рублей за триста грамм Даже так А да Тут триста грамм Хотя Масса нет-то триста Масса брут-то Триста пятнадцать Обезжиренное молоко Сухое Вот я покупала До этого Разное Другое Немножко Фирма С обезжиренной Сухой молоком Очень вкусное было Экономичное Хорошее Ну Серединка Наполовинку Скажем так Но сам вот этот Прикол Ешь и люби Я вообще не догоняю В общем От безысходности Если хотите Чисто положить Его в тесто То я вам его советую Но от безысходности Лучше Не покупать чисто Именно как развести И попить молока У меня два пакетика Вообще у меня было Два таких Потому что они были Два по цене одного Кажется по девяносто восемь Что ли рублей Или типа то Вот сто сорок грамм В каждом пакетике Вот как раз Вот то Которое похуже Чем вот это Вот это хуже Молоко сухое Аппетит Русский аппетит Молоко сухое Цельное Двадцать процентов Жирности Его хорошо Исключительно в тесто А вот Именно как сухое молоко Развести Чтобы попить Там кашку сварить Или еще что-то Ну Даже кашку сварить Если только какую-нибудь Льняную Там на муке Там на талахне Вместе перемешать И очень постараться Это потом Когда разводите водой Довести до нормального состояния А именно как сухое молоко Чтобы сделать Нормальное молоко Ну Мне оно не понравилось Не растворяется полностью Идут какие-то комочки Даже если взбиваешь Его венчиком При какой температуре И при 40 градусов И при конкретно Вот только что Скипевшей водой Заливаешь Я даже сейчас Вот вижу Когда на Вальбрис Оно бывает Чаще дешевле Его купить Чем какое-то другое Я его как-то Обхожу стороной Вот тут у меня Еще один пакетик 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 Возможно Я даже Это молоко Покупала Когда у меня Еще тишка Был В общем Ну да Вот два пакетика Они такие были Два по цене одного У них У них Исключительно дрожжи Никакой там Агент Дешевые дрожжи Дешевле Чем эти Но мне кажется Они как бы Очень бюджетные Дрожжи Хорошие дрожжи Что у нас тут Еще есть А у меня Тут есть Матэ Крупный Первая чайная Компания Ти Групп Очень хороший Матэ Хоть тут написано Что ароматизированный Чай Нифига Он не ароматизированный Чисто хороший Матэ С удовольствием Его хомячила Тут было 100 грамм 14 февраля Прошлого года Он сделанный На мою даре И до 14 февраля 22 года Он пришел На самом деле Это все фигня Насчет Матэ Он довольно долго Хранится Минимум 5 лет И то считается Чем дольше хранится Тем круче становится Так же как кипрей Допустим Который еще попутно Ну если вы не знаете Что такое кипрей То возможно вы знаете Что такое иван чай Так вот Иван чай и кипрей Это одно и то же В общем он точно Так же как вот Иван чай Тот же кипрей Так же чем дольше Хранится Тем лучше Ну как поя Который хранят На земле Но это отдельно Если кому интересно У меня есть плейлист Моя чайная компания Там как раз Чайная коллекция Там как раз Про эти все разные чаи И плейлист еще Чая Чая Также травы и цветы Как-то так у меня называются В общем два плейлиста У меня есть Немножко О чая И если нужно Поподробнее То там вот есть Такие ролики Отдельные про мотэ Тоже есть Вот это очень хороший Мотэ Я не помню Насчет цены Но если что Я вас советую Такое приобретение Если любите мотэ И чего у меня тут еще Не поверю Злитель Кажется Еще одно сухое молоко Да Съездить на машину Съездить на машине Поработать И попутно Как бы возможность Соответственно Увести не на себе Когда-то потом А именно на машине В общем у рилиш Очень хорошее Сухое молоко Также пюрешка Хорошая По составу Там в пюрешке Там картошка И соль А тут вот чисто Вот именно сухое молоко Хорошо растворяется Хорошее сухое молоко 400 грамм У меня там еще одно Будет как бы сухое молоко Даже одну Одна коробочка Просто Я ее что-то разрезала Пакетик А вторую Уже приобрела Потом И я наверное Сейчас тоже Его сюда приделаю Хоть одно еще Не закончилось Но первый Пакетик сухого молока Другой фирмы Я уже успела Упить В общем вот этот В общем очень хорошее Сухое молоко И на озону Сейчас выгоднее Мне кажется Покупать там Три коробочки За 419 что ли Ну получается На 1200 грамм А килограмм Я тогда покупала За 399 Хорошее сухое молоко Если заливать Водой температуры Где-то 40-45 градусов Размешать Потом добавить Еще водички Ну по инструкции Соответственно Все делать Очень хорошо И в тесто Можно уложить И вот именно Как молоко Просто пить А если Чисто скипевшей водой То в принципе Хуже не будет Я экспериментировала И очень даже хорошо Можно потом Короба добавить Или просто разбавить В отдельной чашке Сделать короб Или кофе Или цикорий Или даже какао И потом добавить Это молоко Перемешать Очень хорошо Но именно Что уже растворенное молоко Надо Я отзывы читала И на Озон И на Вайтбург Что ой Оно не растворяется Я не понимаю Кем надо быть Ну точнее Чем люди думают Когда вот В чашку с кофе Уже растворенным кофе Сыпят порошок Сухого молока Или тех же Сухих сливок Они что ждут Я понимаю Если бы оно было Там Вот как бывает Чай в гранулах Вот такое же Что дольешь И уже все Само растворится Но когда вот оно Именно порошок Ну понятно Вроде как бы Адекватным людям Должно быть понятно Что оно Так не получится Растворить Что надо сначала Насыпать в чашку Молочка сухого Потом уже налить воды А не наоборот Специально сходила На кухню Вот То самое молоко Про которое я говорила Очень крутое молоко Расход конечно Тут большой Да вот тут еще черпачок Пластиковая такая Лочка Теперь у меня таких Две пластиковых лочки Не то что Лочки так Реально как черпачок Вот 218 Последний раз покупала И по 256 Первый раз покупала На Вайсбрис Больше нигде не видела Ну в принципе Как бы понятно Что я особо По магазинам не хожу Только По большей части Даже мне удобнее Сейчас Кошка запривала Впервые в жизни На Ну она уже ушла Я хотела ее Соснять На пианино Туда В то самое место Где кот любил ходить Она у меня второй день Прыгает на Стол На кухне Так сказать Подросла Сейчас по-моему Она пытается Запрыгнуть На сушилку Где у меня Спортивный костюм сухнет Короче Сухое Цельное молоко Цельное 26% Мерная ложка В комплекте Мне сначала показалось Что она очень Не экономичная В плане Как вот Расхода Но на самом деле Хорошее такое молоко И Ну допустим На Литр Где-то На пол-литровую банку Где-то На 600 граммовую банку Я эти два черпачка Так в фигах Горячей водой заливаю Разбалтываю Размешиваю Но все Растворяется полностью Потом Доливаю еще воды И можно даже Довести в принципе До литра Оно настаивается Ну как бы По инструкции Чтобы оно Немножко настоялось Постояло Оно настаивается И получается Вот однородное Такое хорошее Без всякого ощущения Сухого молока Там где-то Чист Именно Каких-то Вкраплений Или еще что-то Даже по вкусу Но очень хорошее Такое молоко Напоминаю Будто купили Долго играющее молоко Или даже 7-10 дневное Ну Живо в коробочке Вот обычной Там в пакетике Молоко какое-нибудь Пастерилизованное И налили в токан Вот то же самое Оно у меня В холодильнике стояло Ну где-то Суток трое Как-то я его Тупо забыла Убрать в холодильник Оно стояло на столе И оно мне Немножко так Как бы Подкисло Ну типа Такое скисшееся Сухое молоко Сухое разведенное Сухое молоко Скисшееся И я потом На нем сделала Себе блины И очень даже Вполне нормально было Ну до простокваши Конечно Не доводило Я тут видела Как у нас Ярославской области Видимо напряг совсем С молоком Точнее с коровами И как бы Из чего вот это Все делала Там кефир Сухое молоко Еще какое-то там Восстановленное Обезжиренное молоко Что в принципе Это как раз Из сухого молока Молоко делается Разводится водой Там еще что-то Еще что-то И закваска А в одном кефире Было написано Тупо сухое молоко И закваска Молоко восстановлено Из сухого молока И закваска Думаю Может мне тоже Сделайте На каком-нибудь Тут сухом Развести этого молока И добавить закваски И сваять этот кефир Сейчас у меня Простоквашка Самопальная Я ставила Немножко Ну чуть меньше Чем литр Налива козьего молока Поставила в банку Восемьсотграммовую И она у меня Стояла несколько дней Прежде чем Ну два или три дня Чуть не помню Прежде чем скислость Вот сейчас Вполне себе кефирчик Я добавила туда Семян Чай Теперь очень вкусная штука В общем вот это Очень хорошее молоко Я для себя даже решила Что-то Если увижу его Снова на Вайберис Или где-нибудь еще То обязательно себе приобрету Хорошее Вкусное молоко Я конечно его В виде сухого молока Не ела Но именно Как вот сделать Стаканчик молока Чтобы попить там Горяченького Или холодненького Очень хорошее Вот Это советую Вот это реально съесть Там два сухих молока Их я Ну выкинуть Рука не поднимается Потому что У меня тогда тупо Не было молока Вообще Я просто как-то покупала Пару раз молоко Магазинное Ощущение Что водичка Подкрашенная Белым цветом Не гуашью Конечно нам Берилами Но какой-то хренью Точно Явно не сухим молоком А вот это Очень даже так Нормальное Всем спасибо За просмотр И пока Субтитры сделал DimaTorzok